Существует много вариантов, но вам потребуется сделать верное решение. Сэкономить немного и купить дешевую вещь, или все-таки потратиться на что-то более качественное. В этом видео я подготовил для вас 10 предметов, которые стоят того, чтобы потратить на них больше денег. Образование. Первые в этом списке – это книги. Самообразование и инвестиции в свое развитие. Я вижу так много людей, которые не желают потратить 10, 25, 50 долларов. Они не купят себе аудиокнигу, они не запишутся на курс, который может изменить их жизнь, или поднять бизнес на совершенно новый уровень, смогут сделать их лучшим мужем или отцом, мужчиной. Не упускайте лучшие инвестиции, которые вы можете сделать. Это инвестиции в себя самого. Так что не бойтесь потратить немного денег в лучшую версию себя. Обувь. Следующий предмет в списке – это качественная обувь. Покупайте себе самую качественную обувь, которую можете себе позволить. Если вы смотрели мой канал, то уже знаете, что я об этом говорю снова и снова. Но наш стиль начинается с фундамента вашего гардероба. Он включает в себя качественную обувь, которая отлично на вас смотрится. На что следует обратить внимание, так это на форму и исполнение. Это должны быть прошитые туфли, стежок, который выступает поверх всего. Также обратите внимание на отделку кожи. Спросите у продавца, откуда она, как это было сделано. Если посмотреть на подошву, то можно будет увидеть швы, а это – отличный показатель качества. Если у туфель кожаная подошва, это тоже служит хорошим индикатором. Это то, на что следует обращать внимание. Это также применимо и к ботинкам. У нас тут есть шов. Я понимаю, может, кто-то из вас нашел отличную обувь по хорошей цене, которая держится на клею, и у нее хороший внешний вид. В таком случае вам придется принять верное решение. Но я думаю, что инвестиция в хорошую обувь – это отличный способ вложения денег. Технологии. Инвестируй в технику, которой пользуешься. Вы проводите много времени на телефоне, перед компьютером или пользуетесь камерой. Не бойтесь потратить больше денег на обновление ваших гаджетов и учиться ими пользоваться. Это важно. Потому что так вы страхуете себя от неожиданной поломки, если вы периодически покупаете себе новые гаджеты. Но вряд ли вы хотите пользоваться компьютером, который запускается больше двух минут. Это не значит, что вы должны спускать деньги на последнюю модель телефона, с которого вы только звоните или серфите в интернете. Что имея в виду, так это то, что определенные гаджеты, которыми вы пользуетесь в профессиональных целях, должны быть на уровне, и не бойтесь на них тратить деньги. Зубы. Обязательно выделяйте хороший бюджет на заботу о ваших зубах. Купите себе хорошую щетку, возможно электрическую. Обратите внимание на то, чтобы чистить зубы днем и вечером по две минуты. Если вы не можете следить за этим, то купите такую щетку, которая будет напоминать и следить за временем. Используйте зубочистки и нити для зубов. Посещайте донтиста раз в полгода. Я так не делал, и знаете что? У меня появилось воспаление десен. Я не знал этого, но с возрастом зубы становятся более уязвимы к различным болезням десен. Один грамм профилактики стоит килограмм лечения. Сумки. Покупайте такие сумки, которые останутся на долгий срок. Эту сумку я купил лет 15 тому назад. Когда я был студентом, и должен признаться, я люблю эту сумку. Она для камеры, сделана из баллистического нейлона, и стоила она подороже. Когда я ее купил, это было больно для моего кармана. Но она до сих пор справляется со своей работой, и довольно часто путешествует даже сейчас. Когда ты покупаешь кожаную сумку, да, ты можешь плакать в жилетку в тот момент, когда ее покупаешь. Но в тот же момент, когда покупаешь сумку от уважаемой компании, ты осознаешь, что инвестировал деньги во что-то реально хорошее. За что ваши дети, возможно, будут ссориться, когда вы покинете этот мир. Реально, вот эта сумка только становилась лучше с каждым годом. Свитера. Не бойтесь потратить деньги на хороший качественный свитер. Например, из кашемира или чистой шерсти. На что следует обратить внимание? Когда надеваешь свитер, то бывает чувствуешь себя некомфортно. Надо понимать, что некоторые свитера могут оказаться из низкопробной шерсти. У них могут быть острые края, и это начинает зудеть, когда его надеваешь. Поэтому лучше такого не брать, а подыскать свитер из чистого кашемира или чистой шерсти. Это будет такая вещь, которая никогда не подвергалась переработке. Я не имею ничего против переработанных вещей. Но только когда это не касается свитера. Потому что это немного, совсем чуть-чуть, но изменяет структуру нити. И когда это уже составляет готовую прядь, то она просто не будет держать форму и прослужит гораздо меньше времени. Косметика для лица. Перед тем, как нанести себе что-то на лицо, убедитесь в том, что она сделана из натуральных ингредиентов. Обязательно почитайте про эти продукты и покупайте только самые лучшие, которые можете себе позволить. Это ваше лицо. Это то, что видит мир. То, что видят все окружающие, когда смотрят на вас. Поэтому необходимо убедиться, что ваше лицо говорит лучшее о вас. Когда дело доходит до лосьонов после бритья, кремов, защиты от солнца и других средств. Необходимо четко понимать, как это будет работать. Существует большое разнообразие продуктов. Поэтому пробуйте и ищите то, что для вас будет работать лучшим образом. Но я могу сказать с уверенностью, что большинство будет довольно натуральными продуктами. Так что да, вам придется присмотреться и протестировать многие продукты. Но будьте уверены, что вложенные силы на поиски нужной марки и продуктов, которые хорошо работают и подходят для вашей кожи, вы будете поражены полученными результатами. Верхняя одежда. Сюда входят любые куртки, джинсовые куртки, пиджаки, кожаные куртки. Чтобы вы не надели на ваш торс. Чтобы сделать плечи шире, талию стройней, руки больше. Чтобы создать более мужественный образ. Найдите то, что будет лучше всего справляться с этими задачами. Добавьте эти вещи в свой гардероб и не бойтесь потратить на эти вещи чуть больше денег. Это ваша защита. Это то, что вы надеваете и выглядите сногсшибательно для всего мира. Поэтому, если вы будете покупать себе костюм и пиджак с брюками, выполненный из одного и того же материала, то вам необходим такой костюм, в котором вы бы себя чувствовали великолепно. Поэтому, когда вы пойдете на интервью или деловую встречу, и будете говорить партнеру о том, как вы будете решать ту или иную задачу, и почему именно вы лучше всего подходите на эту роль, то вы точно хотите чувствовать себя на миллион долларов. И единственно верный способ этого добиться, это иметь такой образ. Да, возможно, подороже, чем ваш изначальный бюджет. Но зато вы себя чувствуете бесподобно в нем. Попробуйте не экономить на своей кровати. Мы говорим о матрасе, о покрывале, о вашем комфорте, о вашей подушке. Вы, думаю, хотите иметь такое место. Давайте взглянем прямо в лицо. Мы проводим треть жизни во сне. Поэтому вы хотите иметь такое место, в котором вы бы получили отличный бодрящий сон, чтобы потом у вас был убойный, продуктивный 16-часовой день. Думаю, что кто-то из вас спит меньше, так что может и все 20 активных часов. Поэтому, когда дело доходит до спальни, то тут очень важна кровать, в которую вы бы хотели погрузиться и получить идеальный восстанавливающий сон. Это хорошо как и для здоровья, так и полезно для того, чтобы получить от жизни максимум. Господа, настала ваша очередь. Какие еще есть предметы, в которые стоит инвестировать деньги? Дайте мне знать. На этом все, господа. Берегите себя. И знаете, я хочу еще раз поблагодарить вас всех за то, что вы являетесь частью нашего сообщества Real Men Real Style. Если у вас возникают вопросы и вы хотите связаться со мной, я держу свою почту открытой на сайте Real Men Real Style. Также вы можете списаться со мной на форуме. Но мне действительно нравится читать комментарии и общаться прямо тут с вами под видео. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok